Есть и то, что у каждой из буквиц есть четыре качества по сваргачетвертям, а есть и то, что все-таки буквиц это самостоятельное явление. А те проявления Всевышнего за каким принципом это же раскидывание? В соседотворении или нет? Проявления Всевышнего в Аум-Гар-Асии? Ну так, потому что мы сами раскидывали. Ну и да и нет. Вообще у каждой из буквиц есть соответствующее проявление Всевышнего, если так разбираться. Есть соответствующий Бог и так дальше. Просто где-то есть, что несмотря на это Всевышний является все-таки и основным подавляющим образом этой буквицы. А есть где основным подавляющим образом является какое-то явление, а Всевышний может там значиться как тот, кто продуцирует это явление. Допустим, джерало, дзерало. Идея источности, источение, ну и Всевышний там тоже как бы значится как источник всего. Однако сказать, что это буквица, это Всевышний как источник, не совсем. Как бы это всё-таки источник. Но источником же является Всевышний. Поэтому дзерало как бы очень близко, но всё-таки косвенно указывает на Всевышнего. И является его звуковым и визуальным проявлением так же. Ну и буквица Раича так же косвенно указывает на Всевышнего. Доброе, ну а чему Ра, там, 26-м записанный? Чему он там, не знаю, ну, чему саме он такой порядковый номер мать? Чему он там не в начале? Чему он там, не знаю, не в конце? Ну, потому что головной мозг не на копчике, а на шее находится относительно спинного мозга. Потому что такое устройство как бы сделано. Так я же запутаю, чему такие... Ну, ты же помнишь, там как идёт. Сначала идёт прояснение истины, можно сказать так. И вот прояснение того, что истина божественная. Мы эту истину через веды принимаем, глаголим, развиваем сознание, настраиваемся со Всевышним, понимаем своё место в материальном мироздании, понимаем, как мы должны, чтобы и не делать больше, чем надо, и не делать меньше, чем надо, чтобы делать то, что надо. Пытаемся понять, как это всё взаимосвязано, пытаемся определить истину, пытаемся объединиться для того, чтобы лучше понимать эту истину. Отслеживаем какие-то еле видные проявления чего-то, где-то, чтобы более качественно понимать реальность. Отслеживаем процесс мышления, улучшаем, делаем более качественный процесс мышления. Проходя через разные этапы, постепенно сосредотачиваемся, уже наступает некий такой стабильный покой и направление. И тогда, да, Единого Всевышнего мы приветствуем, и тогда вот его во всей, как бы, его полноте мы и можем понять. Потому что, ну, если бы это просто буквица описывала пантеон, то можно было бы вначале Ра, там дальше Рада, или обозначить её, допустим, буквицей Саи, дальше буквица Ху, буквица Ар, буквица Тот, и дальше, дальше вот именно, как бы, на богах построить систему. Но здесь система развития сознания, система, описывающая путь духовного восхождения именно для людей, поэтому здесь именно такая композиция. И если ты там будешь изучать и вдумываться, ты поймёшь, что, ну, и позже Всевышнего задерживать процесс нету смысла, уже можно поставить. Ну, и раньше, допустим, поставить Всевышнего перед Гехарой. Ну, да, вот христианам там тем же кажется, что они бога знают, многим язычникам кажется, да чё, ну, бог и есть бог, и как бы, ну, обыденно, всем понятно, ничего интересного в этом нет, давайте про инопланетян поговорим, давайте Атлантиду поищем. А что, бог он и есть бог. Но это так, просто потому, что они не понимают, кто такой Всевышний. А вот если отслеживать какие-то вот такие тонкости мироздания, и если потом апгрейтить процесс мышления, именно мыслить, постоянно мыслить и над процессом мышления, мыслить и над причинами появления этих или иных мыслей, вот исполнять полностью наставления, которые запечатлены в фразе «какого люди мыслятся?», то тогда, конечно же, и предпосылки к осознанию Всевышнего начнут появляться. И начнёт появляться некая спокойная, стабильная как бы платформа, исходя из которой можно дальше уже осознавать Всевышнего. Ну так же или как? Абсолютно верно. А допустим, а зачем его задерживать? Задерживать, когда уже там слово мы твёрдо изрекаем, там разные ощущения появляются. Какие? Ну там дальше идёт. Ну оук. Оук. То есть, а зачем задерживать? Да, конечно, если поставить его позже, то если, пройдя все эти стадии, то мы, возможно, ещё качественнее могли бы его познавать. Однако, если уже дальше эти стадии идут без базового направления ко Всевышнему, то и слова не будут твёрдыми по-настоящему, и ощущения будут ошибочными. Если слова, если наши концепции, слова, как выраженные мысли, в конце концов не опираются на Всевышнем, ведь мы смотрим в мировом яйце, мысль, она опирается на пробоги. Если наши мысли не опираются на пробоги, то они не могут быть утверждены, они не могут быть таким путём подтверждены. Это просто какие-то там непонятные амёбы энергетические, которыми мы наплевались в окружающее пространство, и они там как паразиты плавают, срастаются, и потом людей мучают, короче говоря. Ну и нас самих же. А если как раз перед этим уже есть Всевышний, то тогда мы мысли уже правильно формируем, и по-настоящему их и изрекаем правильно, понимая, что Он один такой. Мы Его приветствуем для этого. Мы с Ним, опять же, сонастраиваемся. И мы потом уже Его пытаемся ощутить во всём мироздании. И снова к Нему направиться, исходя из этого мироздания, исходя из понимания этого мироздания. Идут следующие этапы. Мы для этого можем использовать то благо, которое нам предки оставили, переосмысляя заново какие-то и артефакты, и ведические знания, и даже какие-то полурегендарные всякие штуки, орнаменты на мечах, да что угодно, апеллируя к генетической памяти. Ну и конец этого всего – это полное противопоставление себя относительно материи, полное... Ты перескочил очень хорошо. Ну да, я перескочил, потому что... Не нужно, пожалуйста, ну разговаривай. Ну так это можно три года после нашей эры говорить. Ну ты снова едешь так легко, по вашей. Нет, я просто изложил определенные закономерности, ну а дальше, чтобы не тратить время, перейти к следующему. Ты рассказывал, что частины буквы рассказывают, например, о тонком строительстве, ну и люди. Ну это в последней последовательности очевидно. А какие-то ты говорил астрологично. Ну это же, может быть, животе земра и сиело, животе дзирало сиело земрая, так? Ну так, ты же все-таки сказал, что есть вот этот аспект, точно сказал, что этот аспект, ну и буквы, это как бы в ней все зашифровано, закодовано, а все другие, как бы, дают, ну, как бы, ветки, гилядча и так далее и тому подобное. Ну да, разветвление древа познания. А яки тут е, ось, яки где-то? Ну, вообще, практически у каждой буквицы есть и астрономическое значение. Ну да, а еще... Допустим, руна Кси соответствует созвездию, там, где Ксарий имели мощные свои поселения в древности, то есть, из исторической, даже больше того, бабушка Саагаста, когда она нянчила Десетирата, отца Саагаста, она ему показывала на небо и перечисляла созвездия и пела историю о том, кто на каком созвездии жил или живет, и как там это все происходило. И она, в частности, пела длинную песнь, где описывала о том, как Ксарии там действовали, и что вот мы смотрим и видим прекрасную Ксеравну в небесах и прославляем Всевышнего. Такие справы. Тобто, ну, ага, тобто, відповідно, якщо вся у Марасія це астрономічна побудова, база для астрономічного... Ну, і, допустим, буквица Слова, она отображает распространение Солнечного света. Буквица АС, она является изображением Солнечного света, преломленного через земну атмосферу. АС? Ну, да. Преломление Солнечного света через земну атмосферу. Значит, тонкую струю побудовую людини, відображаю, ну, як бы, повністю. Тобто, а у Марасія відображает будь-яку... Конечно, ну, це також, як ми говорили за Всевышнього. Що Всевышний, він, і...